В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Очередной автохам попал в объектив видеорегистратора Казанца. На улице Зорге водитель решил развернуться через пешеходный переход по бордюру. Тут же проходят трамвайные пути. Складывается впечатление, что Казанец забыл, что он за рулем автомобиля. Он как будто переходит дорогу наравне с другими людьми. Стоит отметить, что в этот день не было каких-то страшных пробок, а через несколько десятков метров есть перекресток, на котором можно было развернуться по правилам. Ролик собрал тысячи просмотров в казанских пабликах, а также десятки злобных комментариев, которые мы не можем продемонстрировать по этическим соображениям. И раз уж мы начали тему хамства за рулем, то стоит рассказать о попытке борьбы с таким водителем, жителем Екатеринбурга. Он верхом на велосипеде решил не пропустить немецкий внедорожник, который объезжает пробку по тротуару. Однако водитель последнего был настроен серьезно. Он просто переезжает велосипед юноши, а пассажир БМВ бьет жителя Екатеринбурга битый. Очевидцы произошедшего заявили, что не удивились бы, если бы немецкий внедорожник переехал самого молодого человека, а водителя впоследствии все равно бы, извиняюсь за жаргон, отмазали. Тем не менее, в полиции Екатеринбурга сообщили, что проводят проверку инцидента. Казанский марафон вновь собрал порядка 10 тысяч участников. Самое главное, не смотреть в телефон на дистанцию. Однако в этот раз жители города сняли на камеры мобильных телефонов необычных спортсменов. Фанаты вселенной «Звездные войны» вышли на длинные дистанции в костюмах персонажей саги. В марафоне приняли участие Дарт Вейдер и штурмовик. Стоит отметить, что темная сторона силы не помогла им стать лидерами забега по времени. Тем не менее, выйти на изнуряющую дистанцию в таких неудобных костюмах – это уже подвиг. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8 900 321 77 22. С вами был Артем Захаров. До встречи!